Ну что, мы сейчас встретимся с Анной Щербаковой, с одной из известных российских фигуристок. Привет, Даня! Привет, какая кошка у тебя классная! Да, это мафия! Привет, мафия! Редкость, она пока в хорошем настроении. Позирует на камеру, да? Мы даем привет. Как раз к началу интервью она озверела. В фигурное катание я пришла в 3,5 года. Пришла, потому что занималась моя старшая сестра, и мне как-то за компанию отдали. Я катала розовую пантеру, и вот именно важно было, что это не просто какая-то музыка, а что вот у меня был образ. Мне так нравилось заниматься, и довольно неплохо получалось, были результаты. Поэтому как раз примерно в этот момент решили попробовать перейти к Этере Георгиевне в группу. Тем, какая она трудолюбивая, и как ставит цели и добивается их, наверное, этому и нас учат. Тебе же кидают мишек вот таких вот коричневих. Это мне, да, на соревнованиях в Китае болельщики организовано, как кидали мне мишек. Я все принимаю очень близко к сердцу. Я проживаю все эти радостные моменты, очень большие эмоции, но также я, бывает, каким-то мелочам очень сильно расстраиваюсь, расплачиваюсь. На тренировках сама себя успокаиваю, настраиваюсь, что нужно идти и справиться. Я считаю, что я боец. На льду надо больше проявлять характер, то есть бороться за каждый элемент. И это меня также тренеры учат, чтобы никогда на льду не вылезала, как сказать, эта вот такая спокойная девочка. Да, я хрупкая, я небольшая, да, но при этом все-таки на льду стараюсь показывать все, как полноценный взрослый фигурист. Для меня это важно, чтобы это видели, а не просто, что маленькая девочка вышла на лед. Сейчас я тренирую луц и флип. Ну, луц у меня уже стоит в программах, флип пока в стадии тренировок. Мне очень нравится работать над прыжками, это адреналин, это другие ощущения, очень нравится ощущение полета, прыжка. А это у нас игрушка мафии. Мафия, на самом деле, ревнует, если много игрушки. Время со своими животными провожу, и в любое свободное время, да, там посидеть, погладить еще. Постоянно фотографирую у меня, там, мне кажется, половина фотопленки, это мои животные, там я со всех ракурсов, так, так, так. Посещать школу на все уроки не получается. В это время у меня тренировки, но я всегда стараюсь наверстывать опущенные и сама занимаюсь очень много. В этой комнате я занимаюсь чаще всего. Сейчас я в девятом классе, в этом году экзамены сдавать. Я приезжаю все-таки на взрослые соревнования, как новичок, а там уже опытные спортсмены, которых я там уже давно смотрела по телевизору, болела за них. Мне даже иногда кажется, что, ну ладно, они меня не знают, китайские парники, которые вот чемпионом мира в том году стали. То есть я помню, как я смотрела их программу, как переживала за них. Я как-то мимо них проходила и думала, что даже они меня не знают, а меня поздравили с тем, что я выиграла. Здесь еще есть талисманы с игр в Сочи. Мы ездили болеть за Юлю Лебницкую, тогда я уже вместе каталась с ней в группе. Мне также запомнилось очень выступление Мао Асады. Это один раз, когда я вживую его видела. Из соцсетей тоже чувствую огромную поддержку. Например, перед тем, как в Китай поехать, я именно, да, из Инстаграма знала, что на удивление меня там знают, ждут. Бывает кто-то просто хочет обидеть, на это не нужно обращать внимания. А бывает как конструктивная критика. То есть тогда иногда прислушиваемся, как-то анализируем, почему мне понравилось, что не понравилось. То есть какие-то свои недочеты я знаю и сама, то есть соглашаюсь с чем-то. Алена Косторная, описывая, сказала про меня, что я интеллигентная. Это, конечно, очень приятно и в то же время необычно, потому что все-таки, конечно, в общении мы все дети, мы все так же спокойно общаемся. Не могу сказать, что я вот всегда такая спокойная, интеллигентная. Конечно, тоже где-то там пошутить или посмеяться, повеселиться. Конечно, сейчас очень сильная конкуренция, но конкуренция, она есть всегда и везде. Это немного, может, давит, но скорее даже стимулирует на работу. Для меня будет честью попасть в Пекин и представлять свою страну там. Ну да, конечно, стараюсь так далеко сразу не заглядывать. Это как такая глобальная цель, мечта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова